здравствуйте пишем здравствуйте друзья вы видите лужи и лужи символизируют затопление шторм да у нас шторм у нас уже как бы как бы не справляются наверное засорение происходит это листиками да у нас происходит шторм ну как он происходит да значит пишут что вообще погибло два человека за вот сумму но там с некоторой натяжкой может быть я не знаю одна женщина погибла на гол в курсе она я не знаю что там делала в это время да ну это трудно сказать но во всяком случае упала дерево упала дерево она погибла под этим деревом и второй человек ну тут трудно сказать у нас у нас тут прямо в бэйре вот у нас тут значит и вторая женщина второй мужчина его вынесла skyway он погиб но как бы нельзя сказать что на сто процентов связанные нас дождем связано потому что у нас люди не привыкшие у нас действительно когда вдруг идет дождь неожиданно идет дождь то сразу много аварий это правда люди отвыкают но я бы сказал что последнее время дождей много поэтому трудно сказать насколько это связано именно с дождями но вот пишут так теперь света вот ты не знаешь я тебе тоже расскажу у нас уже натекло в некоторых районах очень-очень много значит самый удар пришелся по санта-круз каунте вот там где мы да там где вот мы не поехали туда на дачу а вот там сейчас самый удар в частности по хайвею который идет туда да в частности если ты помнишь лейк ламонт вот этот вот 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 там что-то такое невероятное там выпало где-то 15 сантиметров осадков не про озеро речь а на землю не то что озеро поднялось на 15 нет это я говорю просто выпало это довольно много рассадков конечно по хайве туда ехать опасно что он весь представить одну лужу к таку да там сейчас ходит там сейчас ходят они ремонтники и они и они прочищи прочищают водостоки потому что они засоряются какие-то большие такие лужи возникают и так далее так что ну я не знаю долго нам этот под дождем то скажи да я видела прогноз до вторника будет она с переменным успехом будет может быть там как вчера где-то сильно лило где-то сильнее но вчера все они практически ничего не могут сегодня но опять же сейчас на этом менее сильно через час она будет более сильно не поверешь ничего не поверешь до вторника но с таким переменным успехом будет поливать у меня такое ощущение что надо еще проверить что водохранилище уже все в порядке и мы вышли наконец да мы вышли из этого состояния когда браун и за ним green да то есть когда надо травку поливать уже нельзя и вот это все нельзя и нам надо каменюками все выкладывать мне кажется что вы но всех тоже поддерживать это единственно что когда много дождей начинается другая проблема потому что разумеется зимой начинает из-под этих камней где тратки расти не положено до начинает пробиваться трава ее нужно категорически истреблять потому что это некрасиво получается из камней дрова да и тогда нужно поливать там всякими растворами чтобы трава не росла но когда дождей много вот друзья это называется у нас шторм мало того я специально я специально реже делаю чтобы люди видели безопасно кроме нас на дороге нет никого значит но я к чему рассказывать я вот это у нас не просто шторм а жуткий шторм жуткий это вообще страшное дело нет нет но если это не в смысле человеческих жертв а я смысле того что вот но вот это что где-то попадали легко попадали да да где-то попадали когда жили в городе саратова у нас был такой кусок леса там и как только дождь и там обязательно поверите с тем что какое-то дерево упало и заблокировало нам выезд из дома да и вот без того чтобы распилить нельзя было мы жили на холме и на этот холм была дорога наш личный холм как бы вот мы на нем стояли никого больше кроме нас там не было и там значит действительно упало дерево и да пришлось пилить это было ой ну я свет пошел новости посмотреть что пишут и пишут про этот шторм в основном на сайте газеты сама за меркури ньюс это вот наша местная наша местная газета боже что-то там упало с дерева что ли упал это отпали мы да ну в общем пишут что да не только межит но еще показывают какие-то видео сюжеты о том как люди особенно те кто живет у ручьев каких-нибудь вот они в опасениях что как бы там эти ручьи не поднялись дома не залили и вот так они как-то там борются я не знаю как некоторые там где-то вот там мешки с песком там или с чем они там только тоже кто же говорит ну вот так культурненько все нет все утекает во всяком случае нас во дворе хорошая дренажная система и никаких и как удачно как удачно друзья мы поставили вот эти гаторы то есть систему водостока правда заменили на современные которые не засоряются листиками листики с дождями эти листики начали усиленно падать и конечно они попадают во все эти гаторы малюсенькие листики да в общем мы более-менее спокойненько на самом деле мы пару дней назад то еще в санта-круз тоже мы заметили когда вот были дожди мы заметили что там какая-то лужа накапливается и не утекает помнишь да 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 дренаж дренаж был не очень хороший мы заказали как бы работу и эту работу сделали светик не показывая пальцем там сейчас машины вот а теперь можем идти правее и нам в пятницу как раз сделали там дренаж я очень медленно о чем ты говоришь о чем ты говоришь мы едем медленно красиво и даже я бы сказал что наши дворники новые скрипучие вот не так сильно скрипят наверное они отмокли за хотят много воды трудно сказать что резина может как-то намокнуть ветер 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 слева слева дует я тебе скажу я вижу струйки воды они идут реально под 45 градусов даже меньше угол это просто что-то невероятное то есть тогда то есть ветер и то есть очень я боюсь что мы сейчас в магазин собрались пока мы будем выгружаться знаешь может быть надо как-то подъехать я тебя я тебя выгружу в магазин разберемся так мы уходим на углевую рискованно так резкие движения делаются но я вижу что все водители я тебе скажу что другое вот я тут жаловался холодно было там 4 5 градусов я дубленку одел пошел гулять так вот и мне говорят водка это у них там чаще чаще пожалуйста значит вот это у них там 4 градуса тепла они жалуются у нас там минус 20 я говорю так вы же привыкли нет и вы одеты под минус 20 извините у нас же плюс 15 обычно то есть у нас даже такая теплая одежда есть только на даче когда мы едем на пакет дело в том что мы за это время стали теплолюбивыми и память в голове осталось а что там там еще такой минус 15 а на самом деле плюс 5 уже холодно поэтому я не знаю вот я сейчас например не мерзну совсем вот в комнате может быть там на 65 градусов 4 паренгейта меня могу быть совершенно ранее довольно прохладно но мне не нужно уже это уже когда сидишь то холодно а если на кухне крутишь это нормально то есть поэтому я понимаю людей которые ходят вот даже в такой погоде в шорт это майка а мы когда жили в сроке у нас гараж был то есть когда зайдешь был выйти на улицу то есть это был гараж который не соединялся в дом ты знаешь все таки дренаж на хайвее неплохой то есть вот какие-то лужицы есть но нельзя сказать что какие-то большие лужи что вот сейчас как едешь как тебя вынесет но все таки все таки но конечно хайвей должен воду отпускать легко да но бывает же что едешь там уже громадное там тоже бывает ну да это тоже опасно бывает яма на дороге и покрытая лужа это там в Америке в Америке такого нет по Москве мы ездили было да мы когда-то чуть колеса допустили да в Москве это было обычное дело едешь вроде лужа понимаешь а там глубокая яма и уедешь без колеса в наше время так было вот какая-то лужа или чем немножко немножко что друзья вы с нами побывали в шторме ну да и лучше бы он кончился да вот что значит жить на океане хоть от нас до океана тут минут 30 езды но когда идут такие потоки не убежишь далеко нет ну океан почему-то океан он находится на довольно высоком берегу и даже в Санта-Крове там да нет я же не говорю что у нас цунами споят я тебе говорю с океана идёт вся эта вода конечно ну я посмотрела в остальной Америке тоже не Сахар там тоже снега полной вон люди там где катаются на лыжах зависают на составе мы видели сегодня смешное такое неудобно сказать что смешное но как в горах Натаха снимали парня он ехал на подъемнике и свалился оттуда и зацепился капюшоном куртки и повис и повис это было очень опасно потому что там можно было упасть на скользкую дорогу ты понимаешь как если бы он упал может быть не так страшно было бы но он там подвис и он мог задохнуться я не знаю да и в общем прибежали мы уже не с лестницы и сняли Это не наше дело, им хочется без лыж, пусть будут без лыж. Аккуратно смотришь, и трафик будет мокрый. Мы сейчас снизим скорость. Эта дорога выгибается и соединяется с айвэем большим. Это был маленький айвэйчик, а вот тут большой. Номер 101. Вот она, Кремниевая долина. Никого нет. Ох ты, ох, да, вот тут справа была лужа. Меньше хайвэй, он вниз пошел здесь, здесь яма. Вот так вот. Я не уверен видели ли наши зрители. Ну, что делать? Я думаю, что мы, наверное, что уже? Заканчиваем репортаж, да, Света? Ну да, да. Все, друзья, мы заканчиваем репортаж. В конце концов, дождь, он и есть дождь. Вот так едешь, и сколько не едешь, абсолютно дождь. Так что, вот, поддержали вас в курсе. И чтоб у вас все было хорошо. Счастливо. 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 Счастливо.